Решите неравенство. Вначале, как обычно, всех приглашаю в гости на наш семейный кулинарный канал. Поэтому для тех, кто хочет научиться готовить, ссылка в описании. Итак, нам необходимо решить неравенство x умножить на 3 в степени x меньше 18. Для решения рассмотрим три случая. Первый случай, когда x меньше нуля. Тогда левая часть неравенства будет меньше нуля. Так как первый множитель меньше нуля, а второй множитель всегда строго больше нуля. Произведение отрицательного числа на положительное будет числом отрицательным. Так и запишем. x умножить на 3 в степени x будет строго меньше нуля, а 0 меньше 18. А это значит, левая часть нашего неравенства всегда будет меньше 18. То есть промежуток от минус бесконечности до нуля является решением. Таким образом, для всех отрицательных значений переменной x мы это неравенство решили. Второй случай. Если x равен нулю, тогда x умножить на 3 в степени x будет равно 0 умножить на 3 в нулевой степени, то есть подставляем 0 вместо переменной x. Получаем 0 умножить на 1, то есть 0, а 0 меньше 18. Таким образом, неравенство выполняется. А это значит, значение переменной x равное нулю, также является решением. Третий случай. Когда x строго больше нуля. И для этого случая вначале решим соответствующее нашему неравенству уравнение. То есть решим уравнение x умножить на 3 в степени x равно 18. Заметим, что первый множитель в левой части по условию строго больше нуля и возрастает. Второй множитель также строго больше нуля и также возрастает. А произведение двух положительных возрастающих функций также будет возрастать. То есть в левой части у нас возрастающая функция, а в правой части постоянная. Давайте это покажем. В левой части возрастает, а в правой части константа. Отсюда следует, что если это уравнение имеет корень, то он единственный. Почему я сказал, если имеет корень? Потому что наша функция может возрастать и быть при этом ограниченной. То есть она не всегда возрастает до бесконечности. То есть это значит, что уравнение может вообще не иметь корней. И теперь, когда мы доказали, что если уравнение имеет корень, то он единственный, Можно найти этот единственный корень любым способом, в том числе и методом подбора. И вот как раз в данном случае мы легко находим этот корень методом подбора. Это будет значение x равное 2. Давайте проверим. Подставляем 2 умножить на 3 во второй. Получаем 2 умножить на 9, то есть 18. Да, верно. Итак, мы нашли корень вот этого нашего уравнения. А нам нужно было решить неравенство. В силу того, что функция возрастает, нас устраивают все значения переменной x меньше 2. То есть там, где левая часть будет меньше 18. Таким образом, неравенство x умножить на 3 в степени x меньше 18. Для случая, когда x больше 0, имеет решение x меньше 2. То есть с одной стороны x больше 0, с другой стороны x меньше 2. Находим пересечение. То есть это будет промежуток, который лежит под двумя проводами. А это значит, решением для третьего случая будет промежуток от 0 до 2. Объединяем все решения для всех наших трех случаев. И в результате мы получаем промежуток от минус бесконечности до 2. Пишем ответ. Решением является промежуток от минус бесконечности до 2, не включая число 2. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте зайти в гости на наш семейный кулинарный канал. Продолжение следует...